В турецком городе Малатье приняли весьма спорное решение. Запустили автобусы, которые предназначены только для женщин. Возможно ли такая практика в Махачкале и что думают об этом горожане, интересовался Гамзат Нурмагомедов. События, уже вызвавшие общественный резонанс, происходят в восточной части Турции. Там с началом учебного года на улицах города Малатье появились автобусы, в которых имеют право ездить исключительно представительницы прекрасной половины человечества. Из сильного повода туда допускаются только их малолетние сыновья или братья. Что думают об этом махачкалинцы и хотели бы они отдельно автобусы в городе, узнаем у них прямо сейчас. Молодые девочки, стесняться не будет, культурно себя вести будет. Очень хорошо в нашем городе такое вещь. Я считаю, что это правильно, поскольку особенно в тесных маршрутках, порой для сестер, это очень большая проблема. Зайти, как можно сесть, чтобы никого не притронуться и так далее. Сами понимаете. Ну, не знаю. Думаю, удобно будет. Чисто женские с детьми, да? Я думаю, это... Я не знаю, я за. Больше нечего сказать. Но были также и те, кто ответил, что в этом нет никакой необходимости. Чтобы это было махачиво. Нет. Почему? А зачем? Это же у нас город такой, в котором мужчины ездят спокойно. Может быть, в данный момент это как-то актуально. Но, по-моему, это ерунда какая-то. Но в связи с тем, что у нас дамы закрываются, какие-то у них свои какие-то мировоззрения, взгляды появляются. Может быть, это актуально будет в будущем тоже. Я не могу об этом ничего сказать сейчас. Ну, не знаю. Мужчины не мешают. Не знаю. Что примечательно, автобусы в Малатии имеют свои отличительные черты. Во-первых, они окрашены в розовый цвет. Во-вторых, на машинах красуются ромашки. Водителем трамбусов тоже являются дамы. Автобусы запустили по просьбам женщин, которым так ездить комфортнее. Это дело законодательно не запрещено. Для этого необходима политическая воля руководителя того или иного региона и вообще желание горожан. Если люди захотят, если потребность будет, я думаю, в этом ничего запретного нет. И решать за кого-то я не уполномочен. Я думаю, что все-таки этот вопрос и в дальнейшем, и сегодня продиктован практикой. Нововведение уже вызвало резонанс. Кто-то считает, что это необходимый шаг, так как дамы однозначно будут чувствовать себя в безопасности. А кто-то, в том числе и сами женщины, посчитали подобную инициативу посягательствам на принципы светского государства и серьезным шагом в сегрегации полов. Возможно ли будет эта практика у нас в городе зависит в первую очередь от нашей инициативы. Главное, чтобы это было удобно и никого не ущемляло. Гамза Турмагомедов, Турмагомед Магомедов, телеканал ННТ.